Поздравляю вас, друзья! Мы открываем все, что у нас есть. Поэтому сегодня ваше будущее. Всего для участия на данный момент будет отличаться в том, что вы любёте себя как приличная публика, приличная психологическая ответственность. Почему? Потому что вы встали на связи с тем, что мы делаем замечательные события, которые вы больше никогда не повторили. Если вы что-то не разрешите, вы не разрешите это никогда. Еще две вещи. Во-первых, я хочу все-таки чуть-чуть сказать, что Сергей Иванович, который очень скромно я представил, это человек, который умеет делать музыкальные инструменты любого предмета, а также если предмета нет, он все равно сделает музыкальные инструменты. И он в данном случае во многих людей, поэтому для нас незаметен. и третье, то, что вы сейчас услышите, это вещь в духе нашей спортивной акции, когда у вас, собственно, ничего в руках нет. У вас есть только то, что вы видите. и вот есть голос. Значит, голосом можно только работать. Тем более техники позволяют это расширить. Значит, вы услышите некоторую звуковую посвятку, которые будут тексты, звуки, музыка. А что это все вместе, это решать вам. Это традиция КД, когда мы каждый раз проверяем, где границы искусства. Вот мы сейчас можем проверять, где границы искусства. В данном случае, в какой стиле эта звуковая картина, которая вам здесь предлагается, может считаться искусством. и вы слышите. Тсссссс! Тихо! Появление. Зрителям были разосланы приглашения на акцию «Появление». Когда приглашенные собрались, 30 человек, и разместились на экране поля, через пять минут с противоположной стороны из леса Появились двое участников акции, пересекли подокон, подошли к зрителям и вручили им справки. Документальное подтверждение, удостоверяющее присутствием на появление. Примерно в середине марша я получил письмо с предложением сделать самостоятельно о чем мы речь из серии наших личных акций. Причем было указано, что это рассчитано именно на условия и специфику моей иконской жизни. Конверт был вложен первым сопроводительным источником. Я, естественно, был в рамках этого предложения и стал ждать посылок. Поняткову. Три темноты. Замечание по писательному тексту. План акции. Не зная, в чем должна заключаться акция, Понятков и ВТР в дневное время приходят на снежную поляну. С него выкапывается небольшая яма, и в нее ставится стул. Понятков садится на стул, после чего остальные участники, накрыв сидящего Поняткова сверху щитом, с помощью вертикально укрепленных нижних столбиков по углам ямы начинают сыпать на щит снег, таким образом, чтобы образовался снежный холм, внутри которого в темноте находится Понятков. Предварительно участники договариваются с Понятковым о том, что он должен встать со стула и поднять над собой щит сразу, как только второй раз наступит тишина. Во время всего действия вблизи и вокруг холма Поняткова включены на полную громкость шесть радиоприемников на разных волнах. Исходя из содержания первого письма, я предположил, что мне нужно будет повесить и установить на праве поля какой-нибудь лохан, подобный работа в 77-78 годах, либо какой-то мягкую конструкцию. На середину большого снежного холма, в том числе и объема построителей Миранцев, и что еще можно послать попозже, чтобы этот объект подавался пространственному подвыку. На это указывалось в пункте 4 первого проводительного письма. При этом не было бы громоздким и тяжелым. В ближайшее время, если не помню, я выяснил, что мне придется залезать на деревьях. То есть мои догадки частично подтверждаются. Причем Андрей посоветовал мне подыскать подходящую пару деревьев заранее. Монастырскому 7 участников акции выстроились в ряд на расстоянии 15 шагов друг от друга лицом к зрителю. Монастырскому на нехоженном заснеженном поле, ограниченном с одной стороны лесом, а в монастырске находился напротив 4 участника на расстоянии 20 шагов от него. Семь участников акции выстроились в ряд на расстоянии 15 шагов друг от друга лицом к зрителю. Сделано муссное указание. После команды одного участника выручить магнитофон на выстоянии 15 шагов. Дальнейшие инструкции относительно действий участников его на расстоянии 15 шагов были записаны на магнитофонных плетках. Сделано муссное указание. После команды одного участника выручили магнитофон на выстоянии 15 шагов. Дальнейшие инструкции ясно-рубильные части участия. Все зависит практически на 1 день. В данном месте высокие кремии имеют, как правило, высокую пробку. При большинстве головы с дворей. То есть дверь тем может быть врасти лишь в высоте 6-7 метров от земли. Следовательно, то получение посылки не может быть решили техническую проблему. Как забраться на деревьев, да еще и укрепиться на нем для предстоящей войны. Сущность структуры постановки со зрителями, воспринимаемой только как единая церковь, характеризуется двумя взаимосвязанными этапами. Соответственно, делящиеся в текст постановки на две части. Значительный первый, подготовительный смыслово продающего этапа, включающего приглашение, поездку до места событий и некоторые другие реакционные системы различных уровней. И установки огромные. Первая часть текста, актуализирующаяся на уровне рациональной рекрессии, создает условия для реализации второго события и части. Она, чтена, выступает таким образом в целевой модальности подготовки зрителей к восприятию и сопреживанию неких идей за счет освобождения их сознания, от прочих поверхностных установок и создания противоположных направлений. Время для большого заслуживания следует на хамежом. Весь из устроительных акций пришли 10 участников, которые не знают ни названия акций, ни того, что надо происходить. На доске, например, 60-90 сантиметров, положенные на стену, запущенные на хамежом. Сущность, которую постановились в созрительных педагогов, стереблайн, только в грамоте, и в церкви, 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 и в церкви. Сущность, в раздр응 Причит мастер И студент В середине 50-х годов 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...